Добрый день дорогие друзья меня зовут Владимир и сегодня мы с вами поговорим о том чем хороша гарантия которая распространяется на автомобиле Hyundai Tucson и Kia Sportage четвертого поколения поговорим о всех преимуществах на какие узлы какой период идет именно гарантийный период поговорим о недостатках которые имеются при этой гарантии ну и о нюансах которые нужно знать любому автовладельцу современного автомобиля покупая его новым у дилера об этом другом поговорим далее в нашем видео поехали итак когда вы покупаете новый автомобиль Kia Sportage Hyundai Tucson да вообще в принципе наверное любую другую модель этих марок вы получаете как автовладелец вот такую вот сервисную книгу сервисная книга где четко указано что пять лет гарантии или 150 тысяч километров это зависимость от того что наступает раньше любом случае как бы ну справочно замечу что в Европе гарантия на автомобиля Kia составляет вообще семь лет ну у нас страна таможенного союза куда ходит Беларусь Россия и Казахстан этот срок составляет пять лет сегодня мы с вами поговорим о том на какие узлы основные распространяется гарантия сколько она составляет дело в том что не на все скажем так элементы вообще и компоненты транспортного средства распространяется именно пятилетняя гарантия дело в том что довольно интересно вообще составлена сама гарантия сегодня мы поговорим именно об этих моментах ну и конечно же разберем то на что не распространяется гарантия на корейские автомобили и так исходя из гарантии которая предоставляется на новые автомобили Kia или Hyundai независимо принципе от модели как правило правило и ограничение по гарантии одни и те же и так на что же распространяется гарантия на наш автомобиль сразу хочу сказать что гарантийный срок на новый автомобиль а также на детали и элементы на которые установлены иные сроки гарантийного обслуживания начинают исчисляться именно с даты передачи автомобиля первому покупателю самое интересное что в принципе мы должны это учитывать даже если будет гарантийная замена какого-то узла или детали то в любом случае срок этот не будет остановлен и не будет начать заново он будет продолжен на ту деталь которая была заменена то есть допустим если через шесть месяцев вышел из строя какой-то элемент какая-то деталь автомобиля то срок продолжится если год гарантии на эту деталь то шесть месяцев останется гарантийный срок это тоже очень важно нужно учитывать перед тем как в принципе обращаться наверное именно к дилеру за исправностью по гарантии той или иной поломки и еще одно исключение которое также стоит учитывать любому автовладельцу любому покупателю будущему автомобилей киа или hyundai дело в том что существует очень много ограничений которые касаются именно обслуживания автомобиля если автомобиль не обслуживался должным образом если автомобиль не проходил плановые т.о. т.о. 0 сразу хочу отметить это рекомендательный характер носит его можно и не делать самое главное т.о. 1 т.о. 2 т.о. 3 и так далее вот то связи с этим также автомобиль автоматически снимается с гарантии производителя и так ну наверное давайте начнем с лакокрасочного покрытия пока красочного покрытия автомобиля дело то что на наружном лакокрасочного покрытия элементов кузова формирующих экстерьер автомобиля гарантия распространяется в течение 36 месяцев с даты передачи автомобиля опять же первому покупателю или 150 тысяч километров в зависимости от того что наступит раньше то есть опять же не 5 лет а 3 3 года составляет гарантия на лакокрасочное покрытие хочу от себя лично ответить что лакокрасочное покрытие у автомобиля довольно неплохое довольно толстый слой краски хороший покрыт защитный лак в принципе как таковой к лакокрасочному покрытию вопросов особо не возникает далее хромированное покрытие вот это тоже довольно интересный момент дело в том что есть такие специальные автомобильные накладки их довольно таки много заводские накладки вот это вот хромированные элементы кузова как их еще называют так вот или еще защитно-декоративное хромирование их называют на данные элементы автомобиля гарантия составляет всего 12 месяцев 12 месяцев или 15 тысяч километров пробега поэтому это тоже стоит учитывать не опять же не 5 лет а именно всего лишь 12 месяцев далее идем аккумулятор аккумуляторная батарея которая установлена заводом и изготовителем ну как бы считается она довольно неплохая хоть она в принципе полностью и корейская в любом случае довольно неплохая батарея уже была проверена на том же третьем поколении слегка она доработана емкость чуть увеличена здесь если не ошибаюсь емкость по крайней мере у меня она стоит по документации 750 mh в принципе емкость довольно неплохая на аккумулятор гарантия составляет опять же 12 месяцев или 15 тысяч километров опять же в зависимости от того что наступит раньше то есть по сечению 12 месяцев или 15 тысяч километров гарантия на аккумулятор больше не распространяется поэтому это опять же стоит учитывать были к сожалению случаи довольно ну не то чтобы много но они к сожалению были что аккумуляторная батарея на 15 мучек одного месяца ну так непонятно разрядилась возможно была эксплуатация автомобиля неправильно бы возможно что-то еще принципе разрядка это не страшно зарядить довольно просто но были случаи когда вытекал электролит электролит из аккумуляторной батареи и к сожалению в этом случае если гарантия на аккумулятор уже истекла то дилер вам бесплатно уже не поможет только за деньги далее компоненты аудиосистемы автомобиля компоненты аудиосистемы это аудиомагнитола динамики усилитель то что входит в комплект гарантия распространяется в течение 36 месяцев опять же то есть трех лет с датой передачи с даты передачи прошу прощения первому покупателю или 100 тысяч километров пробега в зависимости от того опять же что наступит раньше далее кондиционер тоже довольно важный момент дело в том что у меня уже есть небольшие вопросы кондиционеру довольно плохо он охлаждает сейчас довольно тёплая погода лето август месяц температура около 30 градусов и к сожалению даже включая на максимум кондиционер я не получаю должного охлаждения которое бы хотелось так вот заправка хладагентом кондиционера как так как правило звучит этот пункт любой сервис на книге изготовитель гарантирует что заправка кондиционера хладагентом будет достаточно в течение 12 месяцев с даты передачи автомобиля первому покупателю без ограничения пробега в случае выхода из строя элементов системы кондиционирования по вине изготовителя заправка кондиционера покрывается гарантией то есть 12 месяцев или один год у нас есть на то чтобы предъявить претензии по кондиционеру поэтому первое то у меня должно быть принципе машина покупала 12 октября семнадцатого года то есть 12 октября это крайний срок по прохождению то один а поэтому я любом случае планирую то один проходить как минимум раньше на неделю а то и две для того чтобы предъявить претензии по некоторым моментам в том числе и кондиционеру чтобы мне проверили его и при надобности либо заправили хладагентом либо настроили далее довольно интересный момент идет следующие детали подвержены естественному износу гарантийный срок на детали подвержены естественному износу например обшивка сиденья руля накладки и педали прочие элементы интерьера и экстерьера автомобиля а также прочие так сказать компоненты гарантия составляет 12 месяцев с даты передачи автомобиля первому покупателю или 15 тысяч километров пробега в зависимости от того как всегда что наступит раньше вот таким образом я пока ну по крайней мере не дошел еще до того пункта до того момента я долго изучал сервисную книгу что составляет пять лет ну конечно есть такие элементы мы чуть далее нашим видео об этом скажем поговорим но к сожалению опять же вы можете видеть что в среднем гарантия составляет не пять лет а в лучшем случае год или два год или два на многие компоненты ну что под естественным износом понимает производитель это понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды деталь подвержена естественному износу может сохранять возможность использования по назначению с потери некоторых качеств то есть допустим внешнего вида или эластичности к естественному износу также относятся нормальный износ разрывы или старения такие как обесцвечивание выцветание и деформация того или иного узла вот что понимает производитель под естественным износом поэтому это стоит учитывать и если у вас будут допустим царапины на переднем бампере на вообще на кузове в принципе да это все списывается даже если машина еще обратилась до 12 месяцев если автовладелец обратился к дилеру это будет как естественный износ поэтому к сожалению доказать обратное что это не ваша вина будет очень сложным в любом случае если есть автокаска то автокаска может покрыть может покрыть эти проблемы эти потери но опять же не всегда потому что довольно часто уже есть у самого опыт автокаска может сослаться также на естественный износ или старение до тех или иных деталей автомобиля она самое одной из самых интересных это детали подвески для того что гарантийный срок на детали подвески подверженные ивносу это шаровые шарниры деталей подвески и рулевого управления втулки и стойки стабилизаторов а также соленблоки amortize оторжины или рессор и торсионы шарнир и лицевые соединения валов а также подшипники качения или скольжения как еще называют это механики Составляет 60 месяцев или 100 тысяч километров пробега В зависимости от того, какое из условий наступит раньше Если причиной их замены является дефект материалов или изготовления То есть вот мы наконец-то нащупали 5 лет 5 лет гарантии составляет в принципе на большинство основных элементов подвески Но опять же, доказать то, что это сделано не по вашей вине Будет довольно сложно Ну, в принципе, как таковой у нас в Беларуси Компания Diller Kia В принципе, как таковой они намного закрывают глаза Даже если есть вина автовладельца Как правило, они меняют по гарантии те или иные детали Чтобы в принципе не получить проблем И самое главное, скажем так, не потерять свою репутацию Далее, катализатор или противосажевый фильтр, а также свечи накала Дело в том, что гарантийный срок на катализатор и противосажевый фильтр со свечами накала Составляет 36 месяцев или 100 тысяч километров пробега В зависимости от того, как всегда, что наступит ранее То есть три года у нас есть на катализатор Дело в том, что сразу справочно отмечу Что есть очень много уже Но опять же, пока это слухи Конкретно автомеханики, еще и дилер это не признает Что катализатор и служит одной из причин создания задиров В двигателях тех же предшественников третьего поколения Kia Sportage G4 KD и G4 NA, текущее четвертое поколение Есть такие слухи и поверье, что катализатор просто разваливается Причем разваливается уже на втором, на третьем году эксплуатации автомобиля Ну, где-то в районе 70-60 тысяч километров пробега Ну, опять же, это больше пока слухи Информация не проверенная Но есть, в принципе, опять же, скажем так, такая информация Что все-таки находят частицы именно катализатора в двигателе Именно те двигатели, которые уже попали под капремонт При образовании задиров Ну, так ли это или не так, конечно, покажет время Ну вот, в принципе, как таковой из основной гарантии и все У нас только осталась теперь гарантия, как говорится, от сквозной коррозии Так вот, от сквозной коррозии гарантийный срок составляет 120 месяцев Затой передачи первому автовладельцу автомобиля 120 месяцев составляет именно такой срок на сквозную коррозию В принципе, все Это исходя из того, что мы имеем по нашим правам, так сказать В плане того, что какая гарантия у нас имеется Ну, по крайней мере, так это у нас в Таможенном Союзе Где реализуются автомобили Hyundai Tucson, Беларусь, Россия и Казахстан У нас сервисная книга и сервисные обязательства, в принципе, одни и те же Теперь ограничения Ограничения, конечно же, их гораздо больше Ограничения дело в том, что касаются практически всего Самое главное, как я сказал в начале видео, это обслуживание автомобиля Это обязательно обслуживание ТО1, ТО2, ТО3 и так далее Проходить каждый год или каждые 15 тысяч километров в зависимости от того, что наступает раньше Еще, что гарантия не распространяется на неправильную, конечно же, эксплуатацию То есть наезды на бордюры, перегрузка, гонки, если мы участвуем Происшествия, такие как авария или возгорание, а также угон автомобиля Изменение конструкции или модификации, вмешательство в работу оборудования То есть на эти моменты, на те или иные уже участки То есть гарантия снимается, чтобы вы понимали, не сразу на все компоненты Она снимается именно на тот участок, где была произведена модификация или изменение То есть, допустим, если на кузове были изменения в какой-то части То, допустим, на заднюю крышку багажника, если на крышке багажника что-то было изменение На крышку багажника гарантия производителя снимается Если было что-то сделано в двигателе, то, конечно же, на силовую установку Да, хочу отметить, что на силовую установку на двигатель Я не сказал тоже, это самое главное Гарантия по сервисной книге у меня составляет 5 лет 5 лет, но опять же, 5 лет это на основной узел Это голова блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм Это цилиндры, 5 лет гарантия Все, что касается навесного оборудования, генераторы, ремни На ремни вообще, на ремень генератора, скажем так, на навесное оборудование 12 месяцев гарантии или 15 тысяч километров А на навесное оборудование типа генератора и прочих компонентов 36 месяцев или 3 года с момента передачи первому владельцу автомобиля В принципе, все Подвеска, двигатель и кузов Вот эти основные гарантии По салону я вам говорил, что гарантия не более 12 месяцев составляет на те или иные компоненты На автомагнитолу гарантия 3 года Поэтому, в любом случае, все Далее, что касается естественного износа То в основном, естественный износ касается как кузова, так и салона Это царапины, сколы, естественно, старение Это не подвергается и не подходит под гарантийные регламентные правила Также хочу отметить, что такие расходники, как щетки стеклоочистителя Или в народе известны как дворники Передний и задний дворник На них гарантия имеется 12 месяцев Но гарантия довольно хитрая и скользкая Дело в том, что при, допустим, стирании резинки дворника Или ее разрыве, гарантия не распространяется Считается, опять же, естественным износом В том случае, только если ломается сам каркас дворника Это гибридный тип дворников Устанавливается на Hyundai и на Kia 4-го поколения Это смешанный такой довольно тип дворников Современные, правило, недавние, в последние годы только начали устанавливать на автомобиле То гарантия в этом случае не распространяется Так, в принципе, 12 месяцев имеется гарантия Далее, что хотелось бы сказать, что расходы по устранению шумов, скрипов, вибраций Не влияющих на характеристики автомобиля или его элементы Также не подвергаются гарантии То есть, если мы слышим скрип, скрипит у нас сидение Но оно не влияет на эксплуатационные какие-то качества или моменты На вождение, то это не гарантия Будет устраняться данная проблема за счет автовладельца Кроме того, что касается тормозных колодов, дисков, барабанных, витомового диска Сцепление, если механическая коробка передач То здесь гарантия также составляет 12 месяцев Но, опять же, есть понятие естественный износ Если они быстро изнашиваются, то это не проблема гарантии Это проблема автовладельца В любом случае, если колодка ломается, трескается То есть, именно механическое повреждение на основе именно недостатка или брака изготовителя Вот только в этом случае признается гарантийный случай Опять же, доказать довольно это сложно автовладельцу Иногда идут навстречу, иногда нет Все зависит от дилера и от той или иной ситуации В любом случае, опять же, хочу сказать главное самое Что гарантия на автомобиль, которая дается дилерам 5 лет Она не дается на все узлы и компоненты Она дается только на, как правило, этот двигатель Это некоторые элементы подвески И то, как мы слышали с вами, что 36 месяцев в основном составляет средний срок на элементы подвески Ну и лакокрасочное покрытие А на кузов от сквозной коррозии дается уже 120 месяцев гарантии Ну, опять же, сквозная коррозия, она возникает довольно нечасто Если автомобиль бит не был, как правило, у нового такой срок автомобиль спокойно отходит А вообще, средняя гарантия, по моим подсчетам, составляет около 3 лет на этот автомобиль Ну, в принципе, большинство современных автомобилей именно такую гарантию имеют Поэтому 5 лет, когда мы слышим, что гарантия на автомобиль Это больше идет привязка, привязка автовладельца к дилеру Чтобы он 5 лет обслуживался у дилера Тем самым, скажем так, он не лишился, чтобы он не лишился своей гарантии Это больше маркетинг Что хочу отметить, что есть еще один интересный нюанс Это программное обеспечение автомобиля Или мозги, как ее называют автомеханики Из-за сложности компьютерного программного обеспечения и систем глобального позиционирования Киа и Hyundai не предоставляют гарантии того, что функционирование программного обеспечения Будет непрерывным или свободным от ошибок Или того, что информация, предоставляемая программным обеспечением Не будет содержать ошибок, включая актуальное местонахождение пользователя Информацию о дорожной сети, ее наличии и состоянии или наличии населенных пунктов Это для тех автолюбителей и автовладельцев, которые имеют в автомобиле навигационную систему То есть именно сбои в навигации имеется в виду Опять же, здесь гарантии, как таковой, дилер также не дает Ну, что касается тоже интересного момента Это дополнительные расходы и убытки Любые экономические убытки и побочные расходы Как называет дилер этот пункт В том числе без ограничения убытки, скажем так, связанные с эксплуатацией автомобиля И доставка его на эвакуаторе к дилеру на ремонт Первоначально, конечно же, все оплачивает в любом случае сам автовладелец Далее уже решается по вине автовладельца или по вине, скажем так, производителя Произошла талейная поломка и уже тогда идет взаиморасчет Либо оплачивают автовладельцу за понесенные расходы, либо нет Ну, шины, что касается шин, такого момента как шин Опять же, это расходный материал, как и колодки, как и щетки стеклоочистителя На шины, установленные при производстве автомобиля Установлены Hankook, по умолчанию у всех, какая бы комплектация не была Устанавливаются шины Hankook Размер либо R16 диаметр обода, либо R17 У нас R17, комплектация Active Средняя комплектация уже идет с 17 дисками, колесами И на Hankook 225 на 60 размер шин Так вот, распространяется гарантия соответствующего изготовителя И не распространяется гарантия компании Kia То есть, если у вас что-то происходит с шиной Допустим, плохо она сделана, изготовлена Появляется шишка не по вашей вине Или происходит что-то с ней Изменение геометрии шины То, в любом случае, дилер вам ничего не даст Вам придется писать на производителя компанию Hankook Это тоже стоит учитывать Также хочу ответить довольно интересный момент Если вы покупаете у дилера запасные детали То есть, вы купили автомобиль, покупаете запасные детали Опять же, на примере тех же счетов стеклоочистителя Каких-то декоративных накладок Или в салон или на кузов То на запасные детали, установленные на условиях ограниченной гарантии на новый автомобиль Гарантия распространяется до конца срока действия ограниченной гарантии То есть, опять же, если при замене, если при покупке дополнительно новых То гарантия составляет 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега С датой покупки того или иного аксессуара или детали для автомобиля И есть интересный нюанс Если, допустим, вы приобретаете определенные накладки Или меняете, не считая дворников стеклоочистителей Их можно установить самому Если вы покупаете определенные какие-то накладки Покупаете, допустим, диски То гарантия распространяется только в том случае Если вы делаете, скажем так, установку той или иной детали именно у дилера Только в этом случае гарантия будет 12 месяцев или 20 тысяч километров пробега В том случае, если вы устанавливаете сами То гарантия на ту или иную деталь не распространяется вообще То есть, вы купили, установили, все, гарантии у вас нет Это тоже стоит учитывать Поэтому, во-первых, все прекрасно знают, что у дилера Та или иная деталь будет стоить в раза в 2-3 дороже, чем у стороннего интернет-магазина Или просто автомагазина запчастей То вы еще и лишитесь при этом гарантии, если установите сами Поэтому лучше всего, наверное, сразу брать это на стороне Устанавливать и вы еще будете иметь гарантию от стороннего магазина Поэтому тоже это стоит учитывать для автовладельцев, да, и будущих покупателей Машины Kia или Hyundai Таким образом, хочу от себя лично отметить в конце нашего видео Что не стоит иногда поддаваться различным ухищрениям маркетинговым того или иного дилера И когда дилер говорит, что 5 или 7 лет гарантия на тот или иной автомобиль Но в любом случае, у нас в Беларуси 5-летняя гарантия является максимальной гарантией Свыше 5 лет нет таких у нас дилеров, которые дают именно более срок на автомобиль Поэтому в любом случае надо понимать, что 5 лет гарантии, она будет на определенные узлы двигателя Как правило, это голова блока цилиндра, это кривошипно-шатунные механизмы В принципе, некоторые элементы подвески Ну и, конечно же, гарантия от сквозной коррозии На все остальные компании, так как правило, средняя гарантия составляет 3 года А на такие, как щетки стеклоочистителя, на аксессуары различные, на различные накладки декоративные Всего год Поэтому, в любом случае, стоит это для себя понимать Ну, как правило, конечно, у нас, по крайней мере, в Беларуси, в основном, это у всех так Компания Киев, вообще дилер Киев хорош даже тем, что на двигатель 5 лет гарантии Опять же, не каждый дилер дает у нас в Беларуси Как правило, средняя гарантия у нас в стране, наверное, в России, Украине и Казахстане Составляет 3 года на любые другие модели автомобилей И 3 года, причем, составляет гарантия на двигатель А здесь она 5, поэтому, конечно, в этом плане есть плюс Есть большое преимущество в этом плане корейцев Компании Hyundai и Kia Поэтому, в любом случае, от себя отмечу, что хорошая гарантия, достойная гарантия на автомобиль Да, как можем видеть, возможно, многие условия не подпадают под гарантийные моменты Будет довольно тяжело доказать ту или иную поломку Но, в любом случае, хочу отметить, что это лучше, чем ничего Это лучше, чем та же гарантия 2 или 3 года Которая есть у многих других дилеров в нашей стране Да, и в России в том числе С вами был Владимир Более подробно обзоры автомобилей вы можете найти на сайтах bazlai.ru или autoblockar.ru Если у вас есть вопросы или предложения, пожалуйста, пишите нам на наш YouTube-канал Или на наши сайты Мы обязательно их рассмотрим и ответим Большое спасибо за внимание Берегите себя Всего вам доброго на дорогах Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok